Ульф Старк. Ночной поезд. Ульф Старк. Ночной поезд. Будет хорошо, убеждает он себя, но это не помогает, и он все равно очень тревожится. До него доносится шум с расположенной неподалеку железнодорожной станции. Стук колес прибывающих поездов, скрип тормозов и грохот, когда рабочие прицепляют и отцепляют вагоны. Мысли мальчика превращаются в темные тучи и заполняют комнату. Внезапно в темноте вспыхивают фары, и на полу посреди комнаты появляется паровоз. Такой же, как тот, с которым мальчик играл перед сном. Блестящий, черный с красным, только гораздо больше, и к нему прицеплен грузовой вагон. Паровоз шумит и пыхтит. Надеюсь, он не разбудит маму с папой, думает мальчик. Ту-ту! Нет, конечно, гудит паровоз. Взрослые меня не слышат. Но ты, похоже, слышишь мои мысли, удивляется мальчик. Да, и знаю, что ты чувствуешь. Поэтому я здесь. Я решил тебя подбодрить. Тебе явно нужно хорошенько повеселиться. Это правда, отвечает мальчик. У меня здесь совсем нет друзей. А ты потяни за шнурок моего паровозного свистка и посмотри, что будет, предлагает паровоз. Мальчик тянет за шнурок, и наружу с яростным свистом начинает выходить пар. Белые клубы пара сгоняют темноту в угол и сжимают ее так, что она становится все меньше и меньше. И, наконец, превращается в маленький твердый черный шар. Клади его в грузовой вагон, велит паровоз. Шар совсем небольшой, но мальчику приходится напрячь все силы, чтобы его поднять. Он относит шар к вагону, и оказывается, что там уже много таких шаров. Все они похожи на грустные лица. «Что это за шары?» – спрашивает мальчик. «Это детские тревоги. Сегодня они тебе ни к чему». И мальчик сразу чувствует, что ему уже гораздо легче дышится. «А куда мы едем?» – интересуется он. «Сначала на разгрузку, а потом тебе нужно будет пересесть на другой поезд», – объясняет паровоз. Поезд проезжает прямо сквозь закрытое окно. Он летит над городом. Внизу видны железнодорожная станция и парк рядом с ней, с качелями, лесенками. А еще дома, в которых спят мальчики и девочки. «Кажется, этот город не такой уж плохой», – думает мальчик. «Хороший город», – отзывается паровоз. «Ты скоро и сам в этом убедишься». «Как тяжело ты пыхтишь», – говорит мальчик. «Так ведь нелегко вести столько тревог». Но это важная работа, хоть и трудная. «А как ты едешь без рельсов?» «У меня лунные рельсы. Разве ты их не видишь?» И мальчик действительно видит рельсы из лунного света. Серебристые, почти прозрачные. Они ведут к месту, где растет несколько одиноких деревьев. Там висит знак «Разгрузка». На станции «Разгрузка» висится целая башня из ящиков. Такие же, как в грузовом вагоне их поезда. Рабочие в красно-синей форме помогают выгружать ящики и складывать их один на другой. Мальчик наблюдает, как желтый кран выгружает их шар из грузового вагона. «Это последний груз на сегодня», – говорит один из рабочих. «Спасибо тебе, паровоз. Дальше мы справимся, а ты можешь возвращаться, у тебя усталый вид». «Я и правда устал, но сначала мне нужно помочь мальчику добраться до станции, чтобы он пересел на другой поезд». Под вывеской пересадка стоит много поездов с работающими двигателями. Они готовы немедленно отправиться в путь. «На какой ты хочешь сесть?» – спрашивает паровоз. «На белый», – отвечает мальчик, немного подумав. «А, это серебряная стрела», – объясняет паровоз и зевает. «Проходи на платформу и садись. А я уже очень хочу спать». И паровоз уезжает в депо. Мальчик сразу начинает по нему скучать. Ведь паровоз был такой надежный и дружелюбный. Но и на новом поезде прокатиться тоже очень хочется. «Садись скорее», – говорит серебряная стрела. «Чем раньше мы отправимся, тем больше сможем увидеть». Едва мальчик с собакой садятся в поезд, серебряная стрела трогается с места. Они едут через луг, на котором висит знак «Тишина и покой». Мирно щиплют травку коровы, овцы и огромный буйвол. Мальчики и девочки лежат на спине и смотрят, как над ними проплывают облака. А в небе ярко светит солнце, хотя еще минуту назад была ночь. Поезд замедляется и останавливается. «Мы уже приехали?» – спрашивает мальчик. «Нет», – отвечает серебряная стрела. «Но ты должен перевести стрелку, потому что здесь расходится несколько путей». Мальчик чувствует сладкий запах луговых цветов. Слышит, как фыркает буйвол, совсем как паровоз. И ему хочется здесь остаться. Но потом он решает. «Тишина и покой – это здорово. Но мне бы хотелось немного приключений». «Я так и думал», – соглашается серебряная стрела. Они въезжают в туннель. А когда выезжают с другой стороны, то оказываются в лесу. И здесь уже начались сумерки. На железнодорожной насыпи установлен знак «Страшновато». «Если будет слишком страшно, скажи», – предупреждает серебряная стрела. «Я могу вернуться обратно». «Нет, не нужно», – отвечает мальчик, потому что вспоминает, как приятно бывает иногда немножечко испугаться. И как здорово потом, когда все хорошо кончается. Деревья тянут к нему ветки, как будто хотят схватить. Из кустов за ними наблюдают чьи-то горящие глаза, а обезьяна куртят страшные рожи. «Не бойся», – говорит мальчик плюшевой собаки. «Ведь когда заботишься о ком-то, то и сам чувствуешь себя спокойнее». «Ты справился! Мы легко проехали страшный лес», – говорит серебряная стрела. «Теперь посмотрим, сможешь ли ты перевезти нас через мост к станции желания». «А разве это трудно?», – удивляется мальчик. И тут же замечает, что на рельсах перед мостом сидит черная горилла. «Огромная!» «Она опасна?», – спрашивает мальчик. «Насколько я знаю, нет», – отвечает серебряная стрела. «Но она очень упрямая». Мальчик берет собаку и подходит к горилле. «Привет», – говорит он. «Ты мешаешь нам проехать. Не могла бы ты немного подвинуться?» Но горилла не шевелится. Мальчик замечает, какие грустные у гориллы глаза, и с какой тоской она смотрит на его собаку. «Хочешь подержать?» Мальчик протягивает собаку горилле. Та берет игрушку огромной рукой и прижимает к щеке. А потом медленно встает и отходит в сторону. «М-м-м-м-м», – тихо напевает горилла, убаюкивая собаку. И мальчику кажется, что собака начинает подпевать в ответ. Через некоторое время горилла возвращает ему собаку. «Спасибо», – говорит она, – «можете проезжать». Они заезжают на мост и едут прямо к закатному солнцу, которое уже стало ярко-красным, как запрещающий знак. Под мостом течет широкая река, в воде мелькают серебристые рыбки, а по реке плывет корабль с зажженными фонариками, разноцветными флажками и целым духовым оркестром. В нем есть и трубы, и тромбоны, и туба. «Молодец», – хвалит серебряная стрела. «Ты исполнил чье-то желание. И теперь пришла очередь исполнить твое». «Чего же я желаю?» – задумывается мальчик. «Что может быть лучше этой удивительной поездки?» «Ты поймешь, когда мы доберемся до места назначения», – обещает поезд. «А где это?» Поезд не отвечает, но возле путей появляется знак со стрелкой с надписью «Там и очень скоро». С корабля звучат фанфары, серебряная стрела отвечает им свистком. С моста поезд уходит вверх, в космос. Они некоторое время едут между звезд и, наконец, прибывают к месту назначения. На здании вокзала красуется надпись «Прибыли». «Просим всех пассажиров покинуть вагоны», – объявляет серебряная стрела. «Так это сюда я ехал?» – удивляется мальчик. Он оглядывается по сторонам, но ничего особенно интересного не видит. На путях стоит еще один поезд, красный. Кроме него здесь есть несколько деревьев, большой камень и тропинка. «Неужели это и есть мое желание?» – думает мальчик. «Не волнуйся, поставь собаку на землю», – говорит серебряная стрела. «У нее тоже есть желание. А я хочу немного отдохнуть в тишине и поболтать со своим красным другом». Едва собака касается лапами земли, она радостно тявкает, виляет хвостом, несколько раз подпрыгивает и убегает. Она уже очень давно мечтала об этом. Когда она скрывается за камнем, мальчик бросается следом. «Эй, подожди меня!» За валуном в кустах сирени устроена целая комната. На столе расставлены миски с мясными тефтелями, картофельным пюре, кувшин лимонада и блюдо с клубничным пирогом. Стол накрыт на двоих. Две тарелки, два стакана и к столу придвинуто два стула. На одном из них сидит девочка, а у ее ног пристроилась собака. «Ну, наконец-то!» – радуется девочка. «Садись скорее! Сначала мы поедим, а потом будем играть!» «А что ты здесь делаешь?» – спрашивает мальчик. «На прошлой неделе у меня был день рождения, но я болела. Мне подарили подарки, но пригласить друзей в гости я не смогла. А теперь хочу отпраздновать!» «С днем рождения!» – хоть и с опозданием поздравляет мальчик. «Но почему я тоже здесь?» «Потому что, когда устраиваешь праздник, нужен гость!» – улыбается девочка. «А какое у тебя было желание?» «Мне было грустно, потому что я был совсем один, но теперь у меня есть ты!» После еды мальчик с девочкой играют вместе. Они гоняются друг за другом по мягкой траве. Когда они решают поиграть в мяч, с деревоем в руки падает красивый красный мяч. Когда им становится жарко на небе, прямо у них над головами появляется тучка и поливает их грибным дождем. «Гав!» – говорит собака. «И приносит в зубах палку. Она тоже хочет играть. Дети бросают палку, и собака бегает за ней и приносит назад. Пока не устает настолько, что не может уже бегать. А дети не могут больше бросать. Здорово было бы сейчас покачаться на качелях!» – говорит девочка. И в ту же секунду на ветке дерева появляется пара качелей. Ветер дует им в спину. На качелях можно сидеть, вытянув ноги и шевелить пальцами. И отсюда видно, как вдалеке серебряная стрела болтает с красным поездом. «Какой замечательный получился день рождения!» – говорит девочка. «Да, отличная вышла ночь!» – отвечает мальчик и вздыхает, потому что ему приходит в голову одна мысль. «Что случилось?» – спрашивает девочка. «Завтра я снова останусь один». «А где ты живешь?» «Возле железнодорожной станции». «Я тоже!» «Мы можем встретиться в парке у станции. Теперь у меня осталось только одно желание». «Какое?» «Покататься на американских горках, чтобы дух захватывало». В этот момент поезда начинают гудеть, и ребятам пора домой. Но им все-таки удается покататься на американских горках. Девочка садится в красный поезд, а мальчик в серебряную стрелу. Лунные рельсы сначала круто поднимаются вверх к звездам в небе, а потом резко спускаются вниз. Так что у детей все внутри замирает, как им и хотелось. Они смеются и кричат от радости, потому что знают, что завтра снова увидятся в парке возле станции.